Набережную Невы Набережной у Академии художеств, где автор изобразил это место в ночное время суток. Когда была создана работа, сказать сложно, но именно легендарные сфинксы позволяют определить примерную дату написания пейзажа. Сфинксы были установлены в 1834 году. И это, кстати, позволяет нам датировать произведение. Проект этой набережной был подготовлен еще в 1831 году архитектором Константином Тоном. Правда, предполагалось, что набережную эту будут обрамлять две скульптуры коней Клотта. Спустя какое-то время выяснилось, что Академия не может оплатить бронзовую отливку этих коней, потому что это было 450 тысяч, деньги немаленькие. Но так совпало, что почти в это же время, в 1832 году, были приобретены найденные в фивах египетские сфинксы, подлинные. На пейзаже Степана Галактионова мы можем увидеть одного величественного сфинкса. Эта работа уникальна. Художник редко писал пейзажи и больше был известен как график. Однако картина появилась на свет не случайно. Степан Галактионов окончил Академию художеств, а в последующем стал в ней профессором. Наверное, это и помогло ему не только передать всю красоту ночной набережной, но и изобразить самые мелкие детали. Сюжет-то очень простой. Это городская улица, точнее говоря, набережная. Прогуливаются люди. Причем об этих людях тоже можно, наверное, многое рассказать, несмотря на то, что это такие довольно маленькие фигурки, стафажные, так называемые. Например, девушка, изображенная на первом плане, в руках у нее зонтик, амбрелька. Вот этот вот зонтик сразу напоминает нам Соню Мармеладову из «Преступление наказания». Это солнечный зонтик. Возникает вопрос, а зачем он нужен ночью? И, ну, вероятно, только девушки особого рода брали с собой эти предметы для красоты. Кроме девушки и молодого человека, рядом люди на лодке, собака и одинокий юноша. Вдали виднеются здания и фонари. Все эти детали заметишь не сразу. Первым делом посетители любуются на темное небо, реку и саму набережную. Художник постарался эффектно написать вот эту вот красивую серебристую лунную дорожку, потом луна, которая проглядывает сквозь облака. Пейзаж появился в Государственном художественном музее Югры в 2011 году. Уже много лет эта работа входит в постоянную экспозицию галереи. Все для того, чтобы югорчане могли полюбоваться на красоту Санкт-Петербурга, культурного центра России.